Пусть совершенствовала нужная пустота, расстояние нового поколения. Хотя, когда за спиной остается одна световая ночь, прижимаясь щекой корпус, дрожащий перед взлётом ракеты, уже почти обзурное имя бывший подорожник над Саратовым звездом, чтобы корабль осил это имя хаотично и чаясь. В поджаренном сердце, в притворном ужасе, козу. Пока я сгорел в подлых слоях атмосферы, как расчёты застряшенные волосы. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует... 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 Я имею в виду слушательную вашу программу. Мы уехали с вечеринки большой компании, пять человек. Я был за рулем, все остальные спали, перед этим провеселились всю ночь. Было огромное облачное утро повсюду и со всех сторон. Пышные, пучерявые облака плыли с какой-то новой силой, как будто безобразное животное, завидовавшее с круга хозяина, а теперь изо всех сил стремящиеся подобраться поближе. Прямо над дорогой впереди я увидел пробивающиеся спосы облака ровные струи света. Они падали вниз торжественно, как лучистые лестницы или как складки великолепной одежды. Невольно я засмотрелся, но как опытный водитель сбросил скорость и ехал не спеша, будто просто катился, вкатывался в это великолепное. Я чувствовал себя, как союзший бильярдный шар, готовый через доли секунды опуститься в грандиозную лунку. Я держал руль и улыбался, я был готов хохотать, но без шума. Струи света все приближались, и я понимал, что сейчас еду прямо в них. Вокруг все стало ярче в тысячу раз, и я увидел свои пальцы на руле, как никогда в жизни. Они стали полупрозрачными, и в них внутри видны были жилки, косточки, нервы. Они тоже светились, изнутри, как янтарь. И я закричал, не помню, что. Все проснулись мгновенно, думали, что авария. А я кричал и кричал, не мог остановиться, успел только затормозить. И мои спутники вытащили меня из-за руля, и повалили меня на землю, и убили меня по щекам, и лили на меня воду из пузатой пластиковой бутылки, и спрашивали, что с тобой, что с тобой. А я не мог ответить, и только показывал на небо, откуда отвесно, и непоправимо спускался Бог прямо нам на головы. И тогда они наконец увидели, и тоже закричали, и бросились в рассыпную, оставив меня на земле. И свет наконец стал ослепительным, а все вокруг просто белым. И я уже больше ничего не мог различить, все было одного цвета, все из одного света. И я заплакал, потому что больше не мог кричать, и потому что вокруг стояла такая тишина. И в этот момент тихий Бог заговорил со мной, и он сказал, чтобы я не пытался вскочить и броситься в сторону, он сказал, отдохни. И я почувствовал, что свет лег мне на лоб, как рука. И я вспомнил себя в животе у мамы, и свернулся так же, и лежал, пока свет шел сквозь меня, словно колонны огромного невесомого храма. А потом... Потом все кончилось. А я все еще лежал и смотрел, как свет отступает и уходит медленно и печально. Нет, я не пытался его удержать или догнать, но мне было так грустно, как бывает, когда смотришь, ты выиграл в лотерею 25 тысяч, а потом поглядишь внимательнее. А это билет из прошлого розыгрыша, в общем, мимо, и ты стоишь с ним в руке и думаешь, почему? Вот и я стоял, так и думал, почему? Через час примерно нашли меня опять мои спутники, и без особых разговоров мы опять сели в машину и поехали. Потом вернулись в город, я всех развез по домам, приехал к себе и лег спать. Проснулся утром, был понедельник, я лежал, уткнувшись лицом в подушку и ждал, но ничего особенного не происходило. И тогда я встал, умылся и пошел на работу. Теперь каждые выходные я езжу по этой дороге взад и вперед, но не вижу ни этих облаков, ни этого света. Я не могу сказать, что стал примерным христианином или кем-то еще, да и некогда там особенно думать. Работы по горло лето, самый сезон. Но когда меня пригласили на радио, да и думаю, пойду, может, я не один такой. Может, откликнется какой-то человек, по которому тоже прошелся свет. И то было бы легче. Хотя не знаю, о чем бы мы стали с ним говорить. Так, может быть, помолчали бы вместе, пожали бы друг другу руки и разошлись. Вот такая история. Но если с кем-то такое случится, не бойтесь. А потом напишите мне, пожалуйста, адрес редакции. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok Кляля на побелевших костяшках пальмах, и со своими кусок он делает щёшку, чистит сколку, швы под подушек, шашек и клеймом. Потом она нам только вдруг стук молотка, и будет невольно и чечен, когда новый хозяин подсохает языку. Продолжение следует...